Всем привет дорогие друзья! С вами как обычно канал Exotop и этим видеороликом я бы хотел запустить цикл видосов на такую тему как содержание иублефаров. И как вы понимаете это первый видеоролик. Сегодня мы поговорим что нужно купить для содержания иублефара и как обустроить для него террариум или садок. Ну а мы начинаем, погнали! В этом контейнере я грубо говоря собрал набор для содержания иублефаров. Все компоненты есть в описании. Итак, открываем контейнер. Давайте посмотрим что собственно есть в нем. Итак, и первое что мы видим это сухие полотенца. Точнее салфеткообразные полотенца. Я точно не помню как они называются. Они будут служить своего рода подстилкой в террариуме. Чуть позже мы будем обустраивать и вы все поймете. Также нужна туалетная бумага, за чем я тоже покажу дальше. И также нужна влажная камера. Она у меня вот такая вот. Вот просто обычный контейнер с дырочкой, с отверстием в которое ящерица будет пролазить. Также нужна тарелочка под кальций и витамина. А также нужны сами кальций и витамины. Потом нужна обязательно поилочка. И нужна вот такая вот штука. Это пулевизатор. Можно покупать специализированный. Можно просто взять любой из вот ну там не духов, а всяких таких вот спреев. В общем налить туда обычной воды и получится у вас самодельный пулевизатор. А теперь очень важный момент. В содержании рептилий в домашних условиях есть два вида содержания. Это садковые, то есть вот таких вот контейнерах, садках, как их по-другому называют. И террариумные. Ну это понятное дело в террариумах. Я советую содержать эублефарах в садках. Во-первых, это экономно. Во-вторых, это легко и практично. И в-третьих, занимает мало места. И эублефару самому лучше жить в садке, так как у него немножко затемненные, как это назвать, стенки. И поэтому он не смотрит, что происходит все вокруг и не будет бросаться. Допустим, вы идете, он хочет есть и думает, что это еда. И он не будет бросаться и биться носом об стекло. В общем, если вы выберете садок, а скорее всего вы именно так и сделаете, то нужно сделать следующее. Нужно сделать проточную вентиляцию. Проточная вентиляция, это когда с одного края вентиляция, то есть дырочки, сделаны отверстия вот эти вот снизу. А с другого края отверстия сделаны сверху. И то есть вентиляция как бы идет проточным путем. В общем, теперь давайте обустраивать сам террариум. И первым делом берем наши бумажные полотенца. В зависимости от садка или террариума, вам понадобится их разное количество. В моем случае мне хватит двух вот таких вот квадратиков. Их нужно просто расположить на земле, на полу террариума, вот так вот. Чтобы они занимали всю площадь. И то есть если блефард там покакает, пописывает, вам нужно было только убрать вот эти вот полотенчики, а не сидеть и мыть контейнер. Поверьте, это очень запаратый, я вообще вам не советую доводить до того, чтобы мыть контейнер. Хотя иногда раз в месяц контейнер будет желательно мыть. Но об этом поговорим чуть позже. Следующим этапом нам понадобится влажная камера и, собственно, вот эти вот туалетные салфеточки, туалетная бумага. Наверняка многие из вас задавались вопросом, зачем они нужны, но сейчас поймете. Открываем нашу влажную камеру и берем вот эти вот салфетки. И их нужно положить на дно вашей влажной камеры. Выкладываем. И тут очень важный нюанс. Иногда бывает, что салфетки по площади занимают больше, чем сама влажная камера. Важно, чтобы вход они не закрывали. И ваш геккон мог спокойно залезть в эту влажную камеру. Теперь берем наш пулевизатор и увлажняем влажную камеру, а именно ее дно, стенки, крышку. Но тут очень важный нюанс. Важно понимать, что увлажнить надо ровно настолько, чтобы геккон, когда залазит в эту влажную камеру, он лапами не стоял в воде, а стоял просто на влажной поверхности. Поэтому сейчас мы увлажним, и я вам продемонстрирую более близко, в близком, приближенном варианте, что здесь все нормально. То есть видите, просто влажная салфетка, влажные стенки, но воды просто вот как бы нету. То есть он не стоит на воде. Это очень важный нюанс, и его нужно учитывать. Стенки также желательно увлажнить. Ну и крышку тоже по желанию, как хотите, а это, конечно, уже необязательный нюанс. Ну и, естественно, закрываем. Теперь помещаем нашу влажную камеру в один из углов нашего самодельного террариума или садка. Тут есть такой очень важный нюанс. На самом деле многие говорят, что нужна сухая камера, то есть укрытие и влажная камера. На самом деле можно и обойтись одной влажной камерой, она как бы будет и укрытием, и как бы она будет и влажной камерой. То есть это очень удобно и компактно. Но тут тоже есть такой нюанс, как бы если вы будете использовать термоковрик, о нем мы поговорим чуть позже, то желательно термоковрик ставить под влажную камеру, чтобы там было более тепло, и ящерица когда залазит в этот контейнер, в этот домик, чтобы ей было не холодно и она в сырости мертва, а ей было тепло, в теплой такой влажной обстановке она сидела. Теперь поилка. Поилка у вас может быть это либо крышка, либо там еще что-то. Главное, чтобы геккон мог удобно из нее попить. Я вот купил вот такую вот достаточно красивую, крутую поилочку для моего геккона, и теперь в нее нужно налить воды и расположить ее правильно в террариуме. То есть я советую ее расположить, ну примерно вот так вот. То есть чтобы вот здесь была у геккона зона, в которой он может спокойно ходить, вы могли за ним спокойно наблюдать. И теперь хочу предостеречь лютых экономщиков. Ни в коем случае нельзя наливать в поилку воду из-под крана, иначе ваш геккон может заболеть и умереть. Нужно наливать либо из-под фильтра, ну в общем питьевую воду, которую вы пьете сами. Теперь идет такая штука, как кальций и витамины, либо просто кальций. А витамины вы уже тогда будете добавлять вместе с кальцием в корм. Но об этом будет чуть позже. В общем у меня сразу вот такая вот смесь кальций и витамины. Я ее не рекламирую, не вижу в ней ничего супер особенного. Их просто миллион. Она одна из обычных, поэтому можете брать любую. И просто главное, чтобы у нее были хорошие отзывы. И теперь вот такую вот я самодельную мисочку насыпал вот этот порошочек. Вы можете взять крышечку или еще что-нибудь и насыпать этот порошочек. В общем геккон, если ему будет недоставать кальция или витамина, может подходить и лизать. На самом деле это тоже очень важно. Если этого не будет, то геккона будет намного хуже. И теперь на данный момент мы уже разобрались по обустройству террариума. Теперь мы поговорим немножко о других нюансах. Я всем вам крайне советую купить вот такую вот штуку. Это называется термоковрик. Стоит она недорого, в районе 1000 рублей. В общем ее нужно ложить, как вы понимаете, под террариум, под контейнер, под садок. И она будет греть. На самом деле это очень важно. Если у вас в доме нет постоянной температуры и зимой вы знаете, что вас могут отключить теплую воду и в комнате и в квартире станет холодно, то вот такая штука должна быть обязательно, чтобы геккон не замерз и не умер, не дай бог. И тем более, чтобы он не простудился. Если он простудится, то тоже его вылечить будет тяжело и скорее всего он скончается. Так что не доводите до этого, будьте аккуратны. Так что я вам советую купить вот такую вот штуку. Она очень полезна. Ну и теперь и у Блюфар Эля, о которой видео есть уже на канале. Сейчас я вам продемонстрирую, как я ее выпущу в этот террариум и как она будет в нем себя чувствовать. Ну, кстати, да, очень аккуратно нужно выпускать гекконы, ведь они, ну, на самом деле достаточно в одно время и хрупкие, в другое время быстрые, ну и в то же время крепкие, как бы странно это не было. В общем, будьте аккуратны и не повредите своего геккона. В общем, вот так вот вы ее выпускаете или его, да, это девочка, я уже говорил, видео есть на канале. В общем, такой очень интересный нюанс. На самом деле, когда вы пустите первый раз геккона, он у вас побежит по террариуму. Но дело в том, что она привыкла уже к моему голосу, ко мне и к этому террариуму, ко всем этим обстоятельствам и как бы для нее это уже нормальнее. Вот она спокойно стоит, сидит, может сейчас пойдет, залезет во влажную камеру и будет спать. Важно помнить, что гекконы это ночные животные. Ну, точнее, у блефара. Ну и в общем, в основном все гекконы тоже ночные животные. И напоследок хотел бы отметить такую очень важную тему. Это называется уборка террариума. Теперь, пожалуй, стоит начать с воды. Воду надо менять либо раз в день, либо раз в два дня, либо раз в три дня. Больше промежуток времени, чтобы вода была без смены, я не советую. Иначе она может зацвести и если геккон ее попьет, то он заболеет. В общем, не советую. Советую, в общем, убираться раз в два дня или раз в день. Я делаю раз в день, убираю воду, меняю точнее. В общем, также теперь нюанс по уборке самого контейнера. Если ящерство, так сказать, испражниться, то важно будет просто поменять салфетку. А под конец недели вы должны сделать то, что я только что сделал. На самом деле это, по сути, дело об устройстве, но вы просто должны все вытащить из контейнера, из террариума. Помыть это все и заново все поставить и запустить туда геккона. Это нужно делать раз в неделю, ну, в крайнем случае, раз в две, раз в три недели. Вот, и тогда у геккона будет все хорошо, он не заболеет и будет себя чувствовать идеально. Пожалуй, на этом я буду заканчивать данный видеоролик. Он был достаточно длинный, но действительно очень полезный. И знаете, что я хотела отметить? То, что будет следующий видеоролик... Ой, извиняюсь, извини, Эля. Будет следующий видеоролик. Он будет об кормлении у Блефара. Это следующая часть. И потом я уже посмотрю, что вам нужно будет еще рассказать. В общем, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайк, и тогда вы все узнаете о содержании геккона. На колокольчик, чтобы не пропустили видеоролик о дальнейшем содержании. Надеюсь, я показал вам все правильно, все хорошо, и у вас все получится. Ну, а с вами был канал The Top. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.